МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Серебряная стрела. Самолет-солдат. Этот истребитель стал одним из самых удачных боевых самолетов в истории мировой авиации. Его имя – символ скорости маневра огня. МиГ-15 в фильме «Оружие». Первые самолеты с реактивными двигателями появились на вооружении Люфтваффе в конце Второй мировой войны. Пока СССР и его союзники совершенствовали свои поршневые истребители и бомбардировщики, немецкие инженеры и конструкторы серьезно занялись перспективными проектами. В середине 44-го на вооружение строевых частей поступили первые серийные ракетные перехватчики Мессершмитт-163 «Комет» и разведчики Рада-234 «Блиц». В конце года реактивный Мессершмитт-262. Наиболее высокие результаты боевого применения показал Мессершмитт-262 «Швальбе» «Ласточка». Однако Гитлер настаивал на его применении в качестве скоростного истребителя-бомбардировщика. В связи с этим большой потенциал, заложенный в конструкции машины, реализовать не удалось. Даже первый опыт боевого применения реактивных самолетов, которые, по сути дела, были экспериментально опытными образцами, показал, что будущее авиации именно за этим типом машин. В начале 1945 года Артём Иванович Микоян собрал у себя в кабинете ведущих конструкторов своего бюро и спокойным голосом произнёс «Нам поручено сделать реактивный истребитель». Так буднично началась эра реактивной авиации в АКБ Микояна и Гуревича. Первый проект появился быстро. Наркомат авиапромышленности предложил скопировать немецкий реактивный самолет «Мессершмитт-262». Однако Микоян выступил против этого предложения. Схему 262-го он считал бесперспективной. На «Ласточке» двигатели были установлены под крыльями. Из-за этого истребитель существенно проигрывал скорости и манёвренности. Собственный проект «Микояна», получивший индекс И-300, предусматривал установку двух реактивных двигателей фюзеляжа самолёта. При этом использовались трофейные немецкие БМВ-003. Впоследствии их заменили отечественные аналоги РД-20. Так родился эскиз будущего МиГ-9, который стал первым советским серийным реактивным истребителем. По требованию военных новый самолёт следовало представить на государственные испытания к 22 октября 1946 года. «Микоян» в отведённый срок уложился. 18 августа 1946 года два первых МиГ-9 приняли участие в воздушном параде в Тушино, а затем были переданы госкомиссии на приёмку. На самолёте впервые была применена система катапультирования пилота, разработанная здесь же, в КБ «Микояна». Специально для её испытаний был создан двухместный МиГ-9. Катапультирование проводилось из задней кабины. В дальнейшем эти машины использовались в учебно-боевых целях. МиГ-9. Одноместный истребитель. Длина 9,8 метра. Размах крыльев 10 метров. Максимальная взлётная масса 5000 килограммов. Силовая установка. Два реактивных двигателя РД-20. Максимальная скорость. 910 километров в час. Практический потолок. 13 тысяч метров. Практическая дальность. 800 километров. Вооружение. Одна 37-миллиметровая скорострельная авиационная пушка и две 23-миллиметровых пушки. В наследство от истребителей военной поры МиГ-9 получил прямое крыло. Это была классическая схема, многократно проверенная в боях. Однако в новых условиях, когда машина оснащалась реактивным двигателем, такая схема тормозила рост скорости и ухудшала манёвренность. Прошло немногим больше года с момента создания первого реактивного истребителя, а «Микоян» уже подготовил к испытаниям новую модель. Стреловидность крыла была доведена до 35 градусов. Самолёт был оснащён мощным двигателем, имел герметичную кабину и систему катапультирования, а также бустерную гидравлическую систему управления, которая позволила значительно улучшить пилотирование машины. Так появился МиГ-15. Один из самых удачных боевых самолётов в истории мировой авиации. В нём прекрасно сочетались великолепные лётные характеристики и мощное пушечное вооружение. В марте 1948 года МиГ-15 был запущен в серийное производство и стал поступать на вооружение советских ВВС. МиГ-15. Одноместный истребитель. Название по классификации НАТО. Фэгат. Пучок. Связка. Длина. 10,1 метра. Размах крыльев. 10 метров. Максимальная взлётная масса. 6100 килограммов. Силовая установка. Реактивный двигатель РД-45. Лицензионный британский НИН-1. Максимальная скорость. 1076 километров в час. Скороподъёмность. 3000 метров в минуту. Практический потолок. 15,5 тысяч метров. Практическая дальность. 1330 километров. Вооружение. Одна 37-мм скорострельная авиационная пушка и две 23-мм пушки. МиГ-15 был спроектирован в первую очередь для перехвата американских стратегических бомбардировщиков Би-29 «Суперфортресс», способных нести ядерное оружие. Были даже проведены учебные бои, в которых участвовали Ту-4, представлявшие собой советскую копию «Суперфортресс». Для уничтожения этих больших самолётов, обладавших повышенной боевой живучестью, МиГ имел мощное пушечное вооружение. Первые бои с использованием реактивной авиации произошли через пять лет. В небе Кореи столкнулись бывшие союзники по антигитлеровской коалиции, советские и американские пилоты. Полк приехал замкомандующего военного воздушного силы Московского военного округа. Там командующий был Василий Сталин, а приехал, по-моему, генерал Рейтин. Он сказал, дорогие товарищи, лётчики, Корея нуждается в нашей защите. Американцы удерживаются живое. Кто из лётчиков желает ехать, помогать, поднимите руки. Ну, тут все наши лётчики подняли. Тогда отобрали тех, кто воевал, участников Отечественной войны. Совремовали, значит, полк, 30 самолётов, 32 или 34, и поехали. Крамаренко Сергей Макарович. Лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны. В 1951 году в звании капитана направлен в Корею, где участвовал в боевых действиях против вооружённых сил Коалиции ООН. Здесь совершил 149 боевых вылетов, одержал 13 побед. Среди сбитых им самолётов 9 истребителей F-86 «Сейбр», 2 F-84, 2 «Глостер-Метеор Е-8» австралийских ВВС. Завершил воинскую службу в должности заместителя начальника штаба Забайкальского военного округа. Вышел в отставку в 1981 году в звании генерал-майора. Специалисты рассматривают локальные войны как полигон для испытаний новой техники в боевых условиях. На Корейском полуострове воевали советские лётчики из состава 64-го истребительного авиакорпуса, на вооружении которого состояли МиГ-15. Они провели 1790 воздушных боёв, в которых сбили 1106 американских самолётов. Из них 650 F-86 «Сейбр» самых современных на тот момент истребителей ВВС США. Потери МиГов оказались в два раза меньше — 335 самолётов. МиГ-15 был создан для воздушного боя. В нём прекрасно сочетались высокий огневой потенциал, скорость, скороподъёмность и манёвренность. Успех этого самолёта в Корее был предопределён тем, что его возможности соответствовали условиям боевых действий. Анализируя причины боевых потерь МиГ-15, специалисты отмечали несколько фактов. Большинство сбитых машин — либо одиночки, оторвавшиеся от строя, либо самолёты, заходившие на посадку. В этот момент машина практически полностью теряет манёвренность и становится лёгкой добычей для противника. Не менее половины из 335 сбитых советских лётчиков удачно катапультировались и позднее вернулись в строй. Использование МиГ-15 в Корее имело большой резонанс в средствах массовой информации Европы и Америки. Неожиданное появление этого самолёта получило название «Корейский сюрприз». Американские пилоты называли район на северо-западе КНДР, где наиболее часто действовали советские истребители, «Аллеи Мигов». В результате Корейской войны МиГ-15, прозванный «серебряной стрелой», стал самым известным на Западе советским самолётом. А сама марка МиГ с этого времени стала именем нарицательным для любого советского истребителя. Самый массовый воздушный бой в Корейской войне состоялся 12 апреля 1951 года над рекой Ялудзян. На бомбёжку переправ китайских и северокорейских войск отправилась армада из 80 американских бомбардировщиков. Их прикрывали 42 «Сейбра». Пролетели километров 50 вглубь Кореи. Друг команды. Впереди вас большая группа самолётов. «Сейбрис» через полминута передаёт впереди, слева, ниже бомбардировщики. Посмотрели вниз. Идёт две группы бомбардировщиков. О, 24 самолёта в каждой группе. «Сейбрис» передаёт команду. Атакуем. Переводится вниз, устремляется на них. И мне команда начала прикрой. А я посмотрел, зада идёт больше ста самолётов. Целая туча. Американских истребителей. Поехали было сбито. 12 бомбардировщиков было сбито. Прямо упало маленькое боя. Из них пригвали лётчики. И целый, значит, воздушный десант около ста человек спускалось, которых потом взяли в плен. И 13 самолётов ещё разбилось по дороге домой и на аэродромах. Так что сразу потеряли около 25-5 самолётов. Американцы это не объявили траву. Назвали «Чёрный» в четверг. И после этого три месяца не показывались. Миг-15 получил заслуженную славу самолёта-солдата и стал самым массовым истребителем в послевоенной истории. Всего было выпущено свыше 15,5 тысяч этих машин. Миг-15 стоял на вооружении военно-воздушных сил 40 стран мира. Реактивные первенцы Микояна Игуревича быстро заявили о себе. Миг-15 вошёл в историю мировой авиации как один из самых совершенных истребителей. А его наследники сумели преодолеть звуковой барьер. Об этом в следующем фильме «Оружие». МИНИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Продолжение следует...